Должен вам об одной вещи сказать, друзья мои, значит, что, может быть, вы обратите внимание. Вы, наверное, видите, какой идёт процесс, сильнейший, мощный процесс разрушения нравственности. Идёт удар на нравственность. Откуда? Со всех тех средств, которые имеются, средств воздействия на человеческое сознание, на детей, на молодёжь, на взрослых, на старых, на всех. Боток грязи идёт. Крови, насилия и разврата. Сейчас мне один рассказал, говорит, в Англию он зашёл тоже в магазин. Я думал, у нас в Москве только детская литература, там кровь вампира, ужасы, ночи, дочь, ужасов и так далее. И всё это детская литература. Вся в вампиризме, крови и разврате. Так? Оказывается, в Англии то же самое. Мне было это очень интересно услышать. То же самое. Но о чём я хочу вам сказать, друзья мои? Вы думаете, к чему я это говорю? Вампир – это уже не разврат. Вы слышите? Кровь вампира – это уже не разврат. А что это? За пропагандой аморализма идёт поток неразрывно связанных, вот так, единое. Даже, более того, одно в другом. Идёт поток демонизации сознания людей. Я прошу обратить ваше внимание на это. Идёт демонизация. Вы посмотрите, подведите ребёнка. Вот там книжечки, сказочки, там простые. И вот эта литература с вампирами, ужасами. Гарри Поттера вот это вот всё. Уже, оказывается, задания дают. Опять я услышу, я удивился. Второй, третий класс. Задания дают ребёнку. А скажи, а вот кто там делает вот то-то из сказки о Гарри Поттере? То есть ребёнок что? Должен прочитать. Вы слышите? Должен впитать. Вы понимаете, что дело? Впитать. Я вам напоминаю закон. Закон духовный. Всё, что мы воспринимаем через наши органы чувств, и что воспринимаем тем более нашим умом, всё это отпечатывается в нашей душе. Слышите? Всё! А как аукнется, так и откликнется. Идёт уже не просто аморализация человечества, идёт его демонизация. А это как раз и то, о чём пророчески говорит Новый Завет. Вы слышите? За две тысячи лет уже предсказано об этой демонизации человечества. Идёт широким фронтом. Теперь понимаете, когда придёт Сын Человеческий, найдёт ли веру на земле? Будут верить, что есть Бог? Конечно! Будут храмы? Ну да! Будет богослужение? Да! Видимо! Правда, что с ним сделать? Не знаю! Что с ним сделать? Ну, это не важно! Всё, кажется, это будет! Люди чем будут напичканы? А поскольку эти люди будут становиться священнослужителями и выше, то будет происходить постепенно изменение и самого культа, то есть всего богослужебного, вот этого процесса жизни обязательно будет происходить. И этот процесс идёт. Он особенно ярко и сильно виден на Западе, где доходит уже до Мессы дураков и Евхаристии дураков. Так? Это будет и у нас границ нет. Я не знаю, кто будет противостоять этому. Прошу вас, учтите, я говорю со всей серьёзностью, слышите? Вы, только вы ещё можете каждый на своём месте, который вот оканчиваете наши школы и понимаете это, вы можете только каждый на своём месте противостоять этому аду, этой демонизации. Пожалуйста, не забудьте! Пророчество исполняется прямо на наших глазах. Только слепой этого может не увидеть. Прошу просто отговорятся по вам и оканчиваем